Потому что Псеша у нас дерется даже с едой. Псеша, вот, пожалуйста. Ау! Ничего себе, ручной хомяк! А это морда, которая выпрыгнула из контейнера и шляется теперь везде, да? Попрошайка, на! Ну, вы посмотрите, какой он большущий. Вот у меня он на две руки помещается. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Интересно, зачем она к мужу захотела? Они уже год друг друга не видели, фактически. Мы вообще раньше думали, что он, наверное, должен был родиться с собакой. Всем изи-привет! Вы на канале Алиса Изи Пэтс. Меня зовут Изи Роза, а это наш спасенный хомячок. Я сегодня буду его знакомить со всеми нашими питомцами. Ну, вернее, конечно, я же не буду его носить и знакомить со всеми, потому что он у нас слегка такой ребенок замучененький. И не совсем понятно, здоровый он или нет. Я знаю, что на канале у нас появилось много новых зрителей. И сегодня вместе с нашим новым хомячком мы будем знакомиться со всеми нашими питомцами, потому что вы их, наверное, не знаете. Вы не знаете, что у нас дома живет много хомячков совершенно разных видов. Это сирийские, джунгарские, хомячки Кэмпбелла. О том, что у нас живут морские свинки, чудесные маленькие, самые маленькие в мире мышки. О том, что у нас живет кот. Я сегодня вас со всеми этими животными познакомлю. Вместе с вами с ними познакомиться и наш новый питомец. Подпишись, даже если у тебя лапки. Вами было предложено так много вариантов для имени этого хомячка, что мы просто растерялись. И несмотря на то, что в голосовании вроде как бы побеждает имя Лаки, счастливчик, который выиграл счастливый шанс в этой жизни и стал жить у хороших хозяев, но были и те, кто писал, что имя Лаки нельзя, потому что это плохая примета, что у кого-то умерла собака с таким именем, у кого-то хомячок умер с таким именем. Поэтому мы немножко засомневались. Давайте вы еще разочек предложите имена, и мы вместе с вами все-таки выберем, как же будем звать этого питомца. Ну а пока нашего хомусечку и вас вместе со мной я приглашаю к нам по рум-туру по нашему дому, вернее по нашему зверинцу, где мы будем знакомиться со всеми нашими питомцами. Познакомьтесь, это наш джунгарский хомячок. Его зовут Куки. У Куки в декабре день рождения. Куки будет 3 годика. Вот такой у нас чудесный хомячок. Это хомячок у нас долгожитель. Он у нас один из первых основателей нашего канала. Живет так же долго, как еще один сирийский хомячок, которого я вам дальше покажу. Обожаю Куки. Он очень ручной. Он такой плюшечка. Очень люблю джунгарских хомячков. Они такие классные. У них такие глазонькие. У них такие ушенькие, лапонькие. Очень-очень люблю джунгарских хомячков. Только хомячок не хочет поворачиваться. Он хочет показать свою попу с милым хвостиком. Ну, а мы, наверное, пойдем смотреть остальных хомячков. Вы же хотите увидеть еще другие виды хомяков? У кого джунгарский хомячок, пишите в комментах. Давайте знакомиться. Это Куки. А это наша хомячиха Стрелка. Она у нас живет совсем недавно. Очень озорная, очень веселая и любит поесть. В принципе, как и все хомячки. У нее целая миска. И как раз вы ее попали, выловили во время ужина. Естественно, из корма она будет выбирать орехи и набивать себе полные щеки. Это ее большой дом, в котором она живет. Вернее, это ее контейнер. В нем есть большой, красивый двухэтажный розовый домик. Спальня у нее на втором этаже. На первом этаже кладовая. Ряда большое, красивое колесо деревянное, в котором она любит погонять. Песочница. Ну, песочницы сирийские хомяки мало пользуются. Она в основном в нем просто роется. И я даже не пойму, зачем она ей нужна. Просто стоит, потому что красиво. В трубе любит пошастать. Погрызушка есть. Ну, и такая погрызушка с горошком. Но она ее уже чуток обгрызла. Поэтому вот в таком виде. И вон там, в углу у нее стоит туалет. Но она как-то в нем тоже любит наводить порядок. Копилки разбросаны. Ну, живая жизнь. Хомячок. Вот пошла она в песочницу как раз порыться. И сейчас мы посмотрим, что она там будет делать. Будет рыться в песочнице. Протираться. Вот так, наверное, моются сирийские хомяки. Просто роют лапами передними и задними. По-моему, они так просто выход ищут в пустыне, да, сирийской. Хомячок роет, ищет, где его норка и найти не может. Это была стрелка сирийский хомяк. Она довольно молодая. Ей всего 2 или 3 месяца. Когда мы ее купили, нам точно возраст ее не сказали. Мы ее купили на рынке. Потому что она очень похожа на первого лисиного хомяка. Ну, пойдемте к следующему хомяку. Хотя нет, я тут подумала, раз уж они соседи, то давайте я вам сразу покажу морских свинок наших. Вы же не знаете, у нас живут дома морские свинки. Тедик, Тедик, это Тедди. Это морская свинка. Но она нечистокровная, но мы его очень сильно любим. Потому что он очень прыгучий. Смотрите, что он умеет делать. Тедик, Тедик. Он у нас шляется по всей квартире. Сейчас я ему дам попробовать. Из остальных он придет сюда. Несмотря на то, что он такой пузатенький, у меня есть салат. Тедик, салат. Тедик, салат. Выходи. Тедик, салат. Салат, да, салат. Выходи. Рыжий, конечно, так делать не умеет, как Тедик. Потому что он тяжелее раза в два. Тедик, салат. Единственное, что у морских свинок очень плохое зрение. Поэтому они даже могут не видеть то, что им... Тедик, салат. Салат, иди сюда. Иди, салат. Ты не хочешь сегодня прыгать? Я тебе салат дам. Смотри. Оп. Салат. Алиса решила привлечь внимание другим способом. Но вместо свинки она позвала, и за ней побежал кот. Потому что Алиса, когда хлопает в ладоши, кот прибегает на ужин. Ну, вот такой у нас кот. Она думает, свинки выйдут. Но свинки уже поняли, что их будут кормить внутри контейнера. Короче, я вам когда-нибудь... Оставайтесь на канале, я вам покажу, как Тедика у нас перепрыгивает через стенку контейнера и бегает, гуляет. Алиса его дразнит пакетом. Но Тедика не поймет, что от него хотят. Ладно, давайте я вас познакомлю со второй свиньей. Значит, это Тедди, вы запомнили. А это свинка морская. Мы ее спасали, она у нас болела. Ее зовут Нафани. Нафани, держи. Нафаньку все очень любят, потому что помнят его грустную историю. Нам эта свинка досталась от не очень хороших хозяев. Мы ее долго выхаживали, ездили, возили в другой город. Но даже врачи говорили, что она не выживет. Но у нас все хорошо случилось, и свинка выжила. И она вот теперь весит намного больше. Ну, это потому, что это свинка из питомника первоначально. И у нее хорошая генетика. А Тедик, я так понимаю, что не очень в хороших условиях был рожден. Вот такие у нас морские свинки. Так что те, кто предлагал имя для нового хомячка Тедди, не получится. Потому что у нас есть свинюшка Тедди. А это свинка Нафаня. Но мы его еще называем Наф-Наф. Вот такие у нас чуть до свинки. Ну, а сейчас пойдемте к следующему нашему питомцу с ним знакомиться. Познакомьтесь. Это наш хомячок Кэмпбелла. Нет, это не Джунгарик. Это хомячок Кэмпбелла. Ее зовут Стеша. Это официальное имя. Ну, а на самом деле, между собой мы ее называем Псеша. Потому что Псеша у нас дерется даже с едой. Псеша, пожалуйста. Я положу салатик. Видите, как она салатик от Дубасила. Псеша наша настоящая боксерша. Вот так вот она побьет салат. Она сначала убивает добычу, а потом ее ест. Ну, это я шучу, конечно, так. Хомячки Кэмпбелла мне очень понравились. Мы их завели совершенно недавно. Но они очень-очень классные. И про Псешу и ее мужа Орио у нас есть видео на канале. Многие спрашивают, а будут ли у них детки. Так вот на этот вопрос я вам отвечу в следующем видео. Ну, и давайте сходим в гости к ее мужу, которого зовут Орио. Орио появился у нас чуть раньше. Это оба хомячка из питомника. И вот смотрите, у нас вечер. Хомячки ужинают. А что делает Орио? Я не пойму. Мне не видно. Орио что-то. Орио доедает огурчик. Орио будешь салатик на ужин? Будешь? Держи. Орио очень классный хомяк. Он очень ручной. Поэтому я не особо верю в то, что говорят про хомячков Кэмпбелла, что они дикие, кусючие. Они очень даже ручные. Сейчас я вам попробую это показать. Если у вас возникает вопрос, что едят хомячки Кэмпбелла, вот такую мишанину. Как ее сделать, тоже есть видео на канале. Ну и домики вот такие, которые вы видите в этом видео. Мостики, домики, кормушки. Мы делаем сами и продаем. Вы их можете купить у нас на сайте или в группе нашей ВК. Так что подписывайтесь в группу ВК, в инстаграм. Там вы сможете купить. Орио, наверное, кушат. Я не буду его отвлекать. Просто хотела вам показать, какой хомячишка ручной. Орио. Ау. Ничего себе ручной хомяк. Знаете, он мне отомстился. Я сегодня у хомяков убирала. Он меня так сильно укусил. Хомяки терпеть не могут, когда у них убирают. Он укусил и убежал. Просто я его так тискала. Ну, те, кто давно у нас на канале, они видели, что вы берёшь в руки, гладишь. И он как плюшка такая. Ну, вот они Алиску не боятся. Потому что она у них не любит убирать. Убираю в основном я. Вот. Поэтому они её не кусают. Вообще он ручной. Ручной, честное слово. Ладно, покажу вам как-нибудь, какие его тиска. Как мы с ним гуляем. Ну, кстати, видео на канале есть про этих хомячков, про комбилят. Вы наших можете посмотреть. Ну, давайте в следующий хомяк посмотрим, кто у нас ещё живёт. А здесь, этажом ниже, у нас живёт сирийский хомячок. Он очень пушистый. А это морда, которая выпрыгнула из контейнера и шляется теперь везде. Да? Попрошайка, на. Я же вам говорила, он выпрыгивает и шляется по всей квартире. Вот вам, пожалуйста, свинка, которая гуляет. Постоянно. Постоянно эта свинка гуляет. Мы его сажаем обратно, он обратно перепрыгивает и гуляет. Здесь у нас живёт сирийский хомячок. Некоторые называют этих хомячков ангорскими. Но, скажу вам честно, такой породы... Вернее, у хомячков, у них же не породы, у них виды. Так вот, такого вида хомячков, как ангорский, нет. Привет! Привет, красопед! Это обычный сирийский хомяк, просто у него длинная шерсть. Знаете, я сегодня у него убирала, он даже не вышел. То есть, я просто домик отодвинула, туалет убрала. А хомяк так и остался. У нас многие хомяки ходят в туалеты, поэтому уборка не такая сложная. Хей, привет! Покажись! Покажись, лохматулька! Этого хомячка я не смогла пройти мимо. Я его забрала с рынка, потому что там условия были просто кошмарные. Смотрите, какой он лохматик, он сонный. Молодежь поставала уже ужинать, а хомяки, которые постарше, не спят. Этому хомячку в этом году уже будет годик. Он уже больше спит, меньше бегает. Может, он покушает. У него там полная миска, он, похоже, и выходить-то не хочет. Вообще, честно вам скажу, гнезда разорять у хомяков не надо. Но мы же знакомимся, мне надо было вам его показать. Мне неохота сидеть до часу ночи, ждать, пока он выйдет. Вот такой вот лохматик у нас живет. Его разбудили, он не поймет, чем заняться. Пойду я схожу медленно куда-нибудь. Посмотрю, что у меня тут наубирали. Ну, а пока он будет разбираться с просонем, что у него, оказывается, убрали в туалете. Все остальное я у него не трогала. Пойдемте посмотрим, кто у нас живет еще. Ну, и еще один хомячок. Это сирийский хомяк, вы его не видите. Мне придется тоже его будить и вам показывать. Очень приличный хомяк. Хомяк, рожденный в нашем питомнике. Ему уже скоро три года. Он уже не молодой. Но я вам покажу, какой он большущий. Потому что хомяки у нас были очень крупные. Мы определенный период времени разводили хомяков. Ну, как бы это такое хобби, очень дорогостоящее. Потому что, чтобы выводок выжил и был на хорошем питании, нужно на хомячков потратиться. Ну, плюс еще хомячков нужно закупать. Они те, которые... Ой, 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 ой. Вот, это у нас не молодой хомяк. Но вы посмотрите, какой он большущий. Вот у меня он на две руки помещается. Вот такой вот здоровенный хомячок. Его зовут Вжик. Это сирийский хомяк из нашего питомника. Родился он 8 марта. Вот такое чудо. Шерсть, видите, какая густая. И поскольку он уже не такой молодой, то он крайне редко выходит, чтобы бегать. Основное его времяпровождение это сделать себе огромное гнездо под самую крышу. Вот такой вот у нас чудик. Юдик Вжик его зовут. Чудесный хомячок. Очень крупненький. Он больше 200 грамм весит. Ну, из-за того, что довольно-таки крупный. И, конечно, хотелось бы, чтобы у нас были еще свои хомячата. Но об этом я вам расскажу дальше в следующих видео. Про наши планы. Вжик очень красивый. Очень такой породистый у нас товарищ. Очень крупный. Честно, обожаю хомяков тоже сирийских. Они очень классные. Если вы хотите завести первого хомяка, то заводите обязательно сирийского и желательно мальчика. Потому что их можно тискать. Они вообще не кусаются. Они как котята. Очень добродушные. Любят еду с рук брать. Ну и пойдемте к следующему нашему питомцу. Знакомьтесь. Это наша мышка. Вернее, это мышонок. Его зовут Лайк. Лайк, выходи. Ты же любишь гомарус? Вы видите носик. Сейчас мышка выйдет. Это самые маленькие в мире мышки. Японские карликовые танцующие мышки. У нас их несколько. В этом домике живет Лайк. Он не хочет выходить. Хотя, вы знаете, мыши тоже очень классные. Те, кто хочет какого-то питомца чуть поменьше, чем хомячок. Совсем малюсенького. Очень даже можно завести японскую мышку. Потому что японскую мышку можно приучить брать с рук. Залазить на руки. Короче, они очень ручные и тоже хорошо приручаются. Здесь у нас живет Лайк. Лайк спит. Мыши точно так же, как и хомяки. Они ночные животные. Чем моложе, тем больше времени они проводят вне домика, вне сна. В клетке. Они тоже бегают в колесе. Им колеса нужны. Выманить у меня, наверное, его не получится. Потому что он сейчас спит. Я вам, наверное, девчонок покажу. Девчонок у нас много. Выходи, малыш. Он залазит на сетку. Вот здесь. Мы вентиляцию в контейнерах сами делаем. Залазит на сетку и просит что-нибудь, чтобы ему дали. В основном любят гомарус. У меня здесь вот и корм стоит, и гомарус для них. А здесь у нас этажом выше живут девчонки. Девчонки-мышки японские. Девчонок у нас целых пять. С ними живет их мама. Мама Алиса. И они живут в домике. У них тоже есть колесо, кормушка. Они любят лазить по веточкам. И, наверное, мне тоже придется вам их показать. Потому что они все в одном домике. Чтобы вы увидели, что такое японская мышка. А то мы лайка не показали. Они точно так же, как и хомяки, видите, строят гнезда из салфеток. Мышки, конечно, есть те, которые трусливые. Но, в принципе, так же, как и хомяки. Вот она Алиса. Алиса ходит по веточке. А девчонки, ее девочки, дочечки, они вот прячутся под салфетками, под колесом. Корликовая мышка намного меньше, чем хомячок. Сейчас попробую взять, показать. Какого она размера на руке. Возьму, наверное, Алису. Она самая ручная. Вот такой маленький-маленький мышонок. Ой, лайк вышел. Я лайку, получается, домик поставила от девчонок. И он вышел. И он теперь будет нюхать. Смотрите, насколько Алиска меньше, чем лайк. Лайк у нас жирный. Мы его так называем. Они уже давно друг друга не знают. Ой, ну Алиса сюда рвется. Ой, 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 ой. Интересно, зачем она к мужу захотела. Они уже год друг друга не видели фактически. У них дети. Это их дети здесь живут. А вот он лайк вышел. Смотрите, какой он толстый. Я ему хвост дам ее понюхать. Он очень-очень толстенький. А мыши-то сами они маленькие. Если сравнивать, мышка она совсем маленькая. Следующий по размеру идет хомячок Джунгарский. А потом, следующий по размеру идет хомячок Кэмпбелла. И сирийский он самый крупный. На вопрос, кусаются ли эти мыши, нет. Если хомяки вы видели, что могут укусить, с мышами у меня вообще никогда не было. Ни одна из этих мышей не укусила. Если у вас маленький ребенок, но он очень аккуратный, то можно завести такую мышку. И мышки эти вообще не кусаются. Несмотря на то, что у них есть зубы. Как бы те, у кого есть зубы, должны кусаться. Но эти мыши не кусаются вообще. Я так думаю, потому что у них маленькие ротики и маленькие зубки. Вот такие у нас мыши. Ну что, поехали дальше. Здесь у нас живет еще один мышонок. Мышарик. Он живет в кокосике. Вот кокосик, он огромадный по сравнению с мышонком. И мышонок сейчас спит. Он такого же возраста, как Лайка, как Алиса. Ему годик. Ой, ну он совсем сонный. Мальчики живут отдельно. Девочки могут жить вместе. Мальчики друг с другом не могут помириться. Они дерутся постоянно. То есть, мальчики могут жить только по одному, как и хомячки. А девочки целой гурьбой могут жить вместе. Познакомьтесь. Это Василий. Василий мой любимец. Василий уже котик взросленький. Ему уже три года точно есть. Вася это как маленький щенок. Мы вообще раньше думали, что он, наверное, должен был родиться с собакой. Потому что по поведению он вообще стопроцентная собака. Он ходит всегда следом. Он не дает мне нормально спать. Потому что он спит на мне. Я как-нибудь сниму мое утро с животными. И мне просто некуда вытянуть ноги. Потому что Вася всегда лежит у меня на ногах. А Алиска укрывается ночью мягким одеялом, пушистым. И Вася любит по нему потоптаться. Лечь на нее, потоптаться. Но Алиска быстро с ним расправляется. Она во сне может его столкнуть. И он уходит. Но он любит на том одеяле у Алисы. Очень ласковый кот. Да? Очень ласковый кот. Вот Вася зайка. Зайка наш котик. Единственное у нас. Вася у нас трусливый. Правда Вася? Ты же трусливый кот. Когда звонят в дверь. Когда кто-то приходит. Вася резко прячется в диван. Он боится вообще практически всего. Ложись делаем зайку. Вася умеет делать зайку. Он падает на спину. Запрокидывает лапы. Растопыривает их. Это у нас называется зайка. Насчет породы Вася у нас двортерьер. То есть это обычная кошка. Но когда мы брали его. Мы брали его по объявлению. Его отдавали абсолютно бесплатно. Мама у него персидская кошечка. Породистая. С придавленным носиком. А папа кто-то загулявший. Кот какой-то. Который приставал к маме. Которая гуляет во дворе. Ну короче смесь перса с дворовой кошкой. Получился двортриер Вася. Классный кот. Люблю его. Вы его тоже те кто у нас давно на канале я знаю любите. Особенно когда его озвучивали. Очень прикольный в поведении. Абсолютно безразличен к хомякам. Но очень любит смотреть наш мыши телевизор. То есть он садится и смотрит что делает мыши. При этом вреда никакого животным никогда не причиняет. Но это зависит от характера. Что еще хочу сказать об этом коте. То что он довольно таки крупный. Он весит больше 4 килограмм. Да ты не любишь. Но он не любит фамильярности. Когда его чухает он может. Но это у нас редкие проявления психов. Психов. Да? Ты псих? У Вася есть игрушки которыми он играется. Это его любимая мышка. Ну, ой, такая мышка. Смотри. Ну, я же говорю, он боится всего, что происходит вокруг. Вася у нас носил замызганного зайчика. Чей зайка? Твой зайка? Он не знает, что брать. Зайчика или мышку. И у Васи есть пришедшая когда-то... Вот, пожалуйста, пришла Алиса. И кот сбежал. Потому что был какой-то страшный шум. Он всегда ныкается везде, где только можно спрятаться. Вот такие у нас живут дома животные. Если у Вас тоже много животных, пишите, какие у Вас есть животные. Мне интересно будет почитать в комментариях о том, какие же питомцы у Вас есть. Участвуйте обязательно в конкурсе. У Вас еще есть время до воскресенья. Видео выходят у нас каждый день в 18.00. Где мы рассказываем о своих животных и наших дневных происшествиях. А у нас дома постоянно что-то творится. Ну и подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Пишите комментарии, они попадают в видео. Подпишись, даже если у тебя лапки. Вы только посмотрите на эту идиллию. Пока мы снимали у хомяков, свинки совершенно устали и уснули. Вот так спит наш Нафаня и Тедик. Нафаня во время сна зачастую закрывает глаза, вытягивается. Свинка счастлива. Ну а Тедик, он всегда в тонусе, всегда бегает, носится. У него всегда забота. Сейчас он Нафаню, я так понимаю, поднимет. Всем изи пока. Субтитры сделал DimaTorzok